Микс Ньюс Добрый день, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас два выпуска программы Абонент доступен. В студии по-прежнему работает Анна Смирнова. Вадим Родионов и звукорежиссер Родион Золотарев. И сегодня с нами на прямой связи российский экономист, аналитик и экс-чиновник администрации президента России Михаил Хазин. Здравствуйте. Здравствуйте. Вторая попытка. В прошлый раз у нас возникли проблемы со связью. Из-за этого пришлось прервать интервью. Надеемся, что в этот раз все получится. Кстати, часто приходится сталкиваться с такими проблемами, потому что мы слышали мнение от разных людей, что не всегда удается поговорить именно по причине того, что связь прерывается и кто-то видит в этом действие третьей стороны. Вот у вас бывают такие проблемы? Ну, вы знаете, у меня же на самом деле очень мало взаимоотношений с теми странами, в которых такое специфическое отношение трепетное отношение к врагам. Понимаете, вот там в Соединенных Штатах Америки или там в Германии у меня никогда никаких проблем не возникало. В Соединенных Штатах Америки было даже немножко наоборот. Ну, то есть там как бы американские чиновники совершенно четко демонстрировали мне, что им нравится, что у меня есть свое мнение, которое отлично от того, которое транслируется в том числе их собственными начальниками. Может быть, потому что они сами понимали, что это мнение, в общем, не совсем адекватное. Вот. Аналогичная ситуация была в Израиле, там, еще где-то. А Израиль, знаете, это достаточно авторитарное государство. Но вот некоторые страны, это прежде всего Украина и страны Прибалтики, они как-то болезненно относятся к тому, что у меня есть мнение, которое не нравится той официальной идеологии, которая в этих странах присутствует. Причем, если на Украине они хоть не скрывают, что у них имеется идеология, то с Прибалтикой вообще с этим большие проблемы. То есть, вам приходилось страдать из-за того, что вы высказывали свое мнение? Я понимаю, что страдать это такое сильное слово, но тем не менее какие-то ограничения или последствия? Нет, у меня эти ограничения не ограничения. вру, еще были в Молдавии истории, когда я прилетел, но я, правда, летел не в Кишинев, а я летел в Приднестровье, и пограничники молдавские пытались на меня оказать моральные воздействия, но я человек старый, опытный, и, в общем, это на меня слабо действует. Вот. Ну и потом, вы уж меня простите, конечно, поскольку я вполне всерьез воевал с либеральной командой внутри России, и там это иногда стоило, ну, как бы, иногда это было чревато в том числе и физическими угрозами, то по этой причине, когда я был, там, как это, высокопоставленный чиновник администрации президента, мне вполне себе звонили коммерсанты, это было в 90-е годы, естественно, и угрожали меня убить за то, что я своими действиями, защищая бюджет Российской Федерации, подрываю их интересы. Ну, как бы, я так понимаю, что с 90-х годов у нас больше таких историй не было, но со мной они вполне себе происходили. Поэтому, ничего уж там, видали мы разные истории. Ну, вот в 98-м году вас уволили с должности заместителя начальника экономического управления президента России. В интервью вы заявили, что вас уволили, я процитирую, не совсем красиво и не совсем с соблюдением законодательства, но это входило в правила игры. Какой игры и что это были за правила? Нет, ну, просто дело в том, что в тот момент в России начался уже процесс, который сейчас принято называть транзитом власти. И началась зачистка тех группировок, которые считались, про которые считалось, что они могут претендовать на какие-то позиции. Вот, и по этой причине мне было абсолютно очевидно, что если мы не выиграем в неких раскладах, а расклады, в общем, на сегодня они известны, я работал в экономическом управлении президента Российской Федерации, я его создавал, и, в общем, я им руководил, потому что у меня было формально еще два начальника, начальник управления и первый зам, но они как были референтами замглавы администрации Лившица в прежние времена, так они и оставались референтами. Вот, и по этой причине когда президент предложил Лившицу в апреле 98-го года стать премьер-министром вместо Черномырдина, то Лившиц отказался, испугавшись уровня напряжения, то мне стало понятно, что нам всем придется уйти. Ну, соответственно, Лившица втихаря отправили в бок, да, он ушел к Дерипаске работать, меня истребили вообще полностью, поскольку все понимали, что за Лившицем я занимаюсь реальной работой. Вот, экономическое управление было ликвидировано де-факто, то есть там были уволены все начальники отделов, ну и как бы на этом эта тема была закрыта, тема контроля президента за деятельностью правительства. Но это была такая совершенно естественная, да, но при этом увольнение, разумеется, было жесткое, в том смысле, что никого не волновали такие глупости, как нормы кодекса законов о труде. Вот, но, опять-таки, это, еще раз повторю, мне было абсолютно очевидно, что так будет, если мы проиграем. То есть, можно было, конечно, предъявлять претензии Левшицу, который струсил, во-первых, он уже умер, а во-вторых, ну, понимаете, он все-таки по характеру был местечковый еврей, а это диагноз. И то, что мы его двигали, это, в общем, было следствием, как это, на безрыбье и рак рыба, это во-первых, а во-вторых, все-таки мы-то планировали, что это все произойдет осенью 97-го года. Ну, в общем, какая-то, короче говоря, сейчас уже это еще не важно, после драки кулаками не машет. У нас есть звонок, радиослушатель на линии, здравствуйте. Добрый день. Господин Хазин, вот, сейчас я решила о упражнении экономического управления, ну, вот, по сути дела, ведь никакого экономиста при этой власти ни в коем случае не нужно, ни при Ельцине, ни при Польсине, вообще экономисты не нужны, никакие не советники. Все экономика сводится одно, к одному управлению президентом между вот этими олигархатами, раздел влияния между ними. Какой у вас вопрос? И поэтому, я сейчас, Вадим, не надо меня перебивать. Ну, чтобы гость мог ответить, мы не можем, к сожалению, услышать полностью. Я хочу сейчас вопрос задать-то, вы меня не перебивайте. Вот, господин Хайзин, вот, вы не чувствуете, что роль экономистов, это просто, знаете, как вот роль шуток при каких-то королях, она не нужна, а все происходит только к разделу влияния между олигархами. Это довольно специфическое мнение о ситуации в России. Во-первых, оно глубоко неадекватное, а во-вторых, вы уж меня простите, конечно, но если, даже если предположить, что речь идет только о том, что надо каким-то образом разводить олигархов, для этого, по крайней мере, нужно понимать, от чего же они реально делают. Как вы их будете разводить? Я могу вам сказать, что, например, моей работой одной из наиболее важных частей была подготовка встреч президента с вице-премьерами и губернаторами, вице-премьерами, министрами и губернаторами. Например, одно из самых ярких моих достижений было то, что в силу специфики протокола оказалось так, что в один день была встреча президента с мэром Москвы Лужковым и первым вице-премьером Чубайсом, который в этот момент отчаянно воевали. Ну, как понятно, из-за бюджетных денег. Лужков хотел денег на метрополитен, а Чубайс ему денег не давал. И мне нужно было каким-то образом организовать эту встречу так, чтобы все остались довольны. Ну, дальше началась смешная история, потому что я звоню в приемную к Лужкову и говорю, мне надо от вас материалы, что хочет Юрий Михайлович от президента. А что его секретарь с таким надменным голосом говорит, что Юрий Михайлович обсуждает эти вопросы с президентом, а больше он ни с кем это обсуждать не будет. Я говорю, ну, хорошо, нет проблем. Значит, тогда я докладную к этой встрече, напишу президенту по материалам Чубайса, поскольку вы материалы не даете. И вешаю трубку. Где-то, соответственно, минут через 10 звонок, звонит уже руководитель секретаря Лужкова и говорит, ой, Михаил Леонидович, мы тут подумали, мы вам, конечно, материалы дадим. Ну, давайте. Дальше абсолютно аналогичная история была с Чубайсом, разница только состояла в том, что с Чубайсом я разговаривал, значит, с руководителем его секретаря сразу. Он говорит, ну, Михаил Леонидович, ну, вы же понимаете, что Анатолий Борисович сам, я говорю, давайте я с Анатолием Борисовичем поговорю, да, он говорит, ну, хорошо, ладно, я, значит, у меня соединяет Чубайсом, говорит, Анатолий Борисович, ну, вот смотри, да, ты же знаешь, что в этот же день будет Лужкова, да, ты хочешь, чтобы был результат или ты хочешь, чтобы был бессмысленный хайм? Он говорит, не-не, я хочу результат. дай мне материалы, а я уж сделаю так, чтобы минимизировать издержки. Говорит, хорошо, и дальше в результате мне была объявлена благодарность за то, что не состоялось драки даже заочные, все ушли довольны. Вот, ну, это вот работа, да, если как бы вы считаете, ну, то есть, слушательница ваша считает, что можно такую работу сделать, не понимая, собственно, о чем они, что они хотели, почему хотели, как это устроено, ну, флаг ей в руки, да, но это не так. Давайте еще звонок примем, здравствуйте, как вас зовут? Добрый день, Александр. Да, слушаем вас. Большое спасибо, Михаил Хазилов. Вы являетесь одним из самых уважаемых экономистов и глубоких, я считаю, вы практически даете на все вопросы основательные ответы, но, спасибо. Значит, последнее, что меня поразило, да, я хотел бы задать вам вопрос, что происходит вообще наверху? Выступал Орешкин в Госдуме, и он не мог ответить на вопросы, которые ему задавали, цифры не мог привез, как будут развиваться вот эти вот, как будут выполняться эти указы. Министр экономического развития, это выпиющий факт, объясните, пожалуйста, кто там и что, за что отвечает. Спасибо. Да, спасибо вам. Ну как, ну смотрите, да, пришел к власти Трамп в Соединенных Штатах Америки. Поскольку я об этом говорил еще за два года до того, в 14-м году в городе Дейтоне, штат Ахайи, на Датмутской конференции, то, естественно, меня все стали спрашивать, что теперь будет, вот Трамп пришел к власти, что теперь будет с нашими либералами, я говорю, их будут обижать. Ну, собственно, их обижают по всему миру, мы видим, Трамп по теме временно занимается. Но вот как их будут обижать и с какой скоростью, это я пока сказать не могу. Через две недели арестовывают у Люкаева, министра экономического развития. Все знают по поводу Люкаева, что он, скажем так, живет непосредством. Да, значит, дальше его там обвиняют в коррупции, туда-сюда, а дальше вопрос, а кого назначать министром экономики? Традиционно эта должность это либеральная элитная группировка. Ну, вот как в странах Прибалтики, да, но не может там русская партия назначить министра или премьера. Это невозможно, да, точно так же, как и на Украине пророссийская партия сегодня не может. Это просто невозможно, запрещено законодательно. Аналогично, хотя это законодательство не запрещено, но в рамках той системы власти, которая сложилась в России в 90-е годы, это должность за либералом. При этом либералы понимают, что назначить сильного человека они не могут, у них просто нету такого. Поэтому они назначают человека бессмысленно. Ну а дальше что бывает, когда старшего лейтенанта, который командовал взводом, назначают командовать дивизией. Происходит полный разгруз. Да, вот уровень Орешкина это даже не начальник отдела в министерстве, это замначальника отдела. А его назначают министром. Ну результат налицо. Причем он в глубоком неадеквате. Он, например, неделю тому назад начал объяснять, что ему было бы очень интересно поработать президентом. Ну что это такое? Еще у нас есть звонок. Слушаем вас. Здравствуйте. Добрый день, Татьяна. Только что от Федора Лукьянова мы слышали о том, что Россию ждут большие или значительные перемены. хотелось бы узнать, разделяете ли вы такое мнение и в каком плане эти, ну в какую сторону или в каком плане и на каком уровне эти перемены будут или должны быть. Спасибо. Спасибо вам. Ну смотрите, это же очень просто. Весь мир на протяжении 25 лет жил в рамках некоторой модели, которую можно условно назвать либеральным. До этого он жил довольно долго западный мир в этой модели. Хорошая она или плохая это вопрос бессмысленный, потому что имеются люди, которые в этой модели выигрывали, а были, которые проигрывали. Но в целом эта модель 25 лет обеспечивала некоторый жизненный уровень населения по всему мир. У вас в 90-е годы было очень все хорошо. И попытки отказаться от этой модели даже ну только символически, они заканчивались крайне плохо. История с президентом Литвы Паксусом очень в этом смысле показательная. И еще одна история. Я, кстати, с нежным трепетом отношусь к Латвии, потому что вы единственная страна в мире, в которой было открыто уголовное дело, и даже человек несколько дней просидел в тюрьме за то, что он, как экономический эксперт, сказал о том, что экономически целесообразно девальвировать национальную валюту. Да, это было после кризиса 2008 года. Да, да. То есть вы в этом смысле уникальная страна, вы достойны занесения в книгу рекордов Гиннеса и так далее. Я просто с ним встречался. Мы с ним встречались на конференции в Эстонии, и он для того, чтобы приехать, получал специальное разрешение, поскольку он был подпиской анимизии. Из тюрьмы его, правда, через несколько дней выпустил. Двое суток он отсидел, если я не ошибаюсь. Двое суток отсидел. неважно. Понимаете, тот же сам факт важен. За что? За что? Вот. И поэтому вот эта модель, она объективно разрушается. То есть, дело не в том, что ее кто-то разрушает. Именно по этой причине ничего не получается сделать с Трампом. Потому что все попытки объяснить, что это Трамп разрушает экономическую модель, они заходят в тупик, потому что выясняется, что Трамп тут ни при чем. Но я как бы как экономист могу сказать, что это не в силах Трампа. Все попытки его в чем-то обвинить ничем не заканчиваются. Так вот, модель заканчивается. А если заканчивается базовая экономическая модель, это неминуемо влечет за собой радикальные изменения всей системы и экономической, а за ней и политической. Причем это происходит всюду. Я там езжу в Польшу, езжу в Чехию. Вот в Чехии мне замечательно совершенно рассказывали местные жители. Они говорят, Михаил Ильич, вы знаете, у нас тут большая проблема. У нас появилась националистическая партия. Я говорю, так что, а что плохого? Я говорю, вы не понимаете, Михаил Ильич, мы же либералы, у нас не должно быть националист. Я говорю, а Венгрия? Они говорят с грустью, ну да, Венгрия Орбан, который говорит, что будущее Венгрии с Россией, а не с Западом. Пока еще не придумали в Брюсселе, что с ним делать. Соответственно, многое. Самое смешное, у нас главный националист японец. То есть, приехал из Японии японец с какими-то чешскими корнями и создал националистическую партию. В Брюсселе пришли в ужас и перекупили всех его депутатов. И партия исчезла. Да, он в парламент вошел. И партия исчезла. Но в Брюсселе сработали плохо и перекупили их в начале срока, а не в конце. И поэтому у японца было время. И он создал другую националистическую партию и снова вошел с ней в парламент. Так вот, этот самый японец требует как националист прямой демократии. То есть, референдумы. Я ему говорю, а что плохого в референдумах? Ну, в Швейцарии одни сплошные референдумы. А Чехия со Швейцарией вполне сравнима. Отлично. Ну, давайте референдумы. А они мне говорят, знаете, Михаил Галинович, это невозможно. У нас референдумы запрещены. Почему? Потому что все знают и у нас, и в Брюсселе. Каким будет первый референдум? Про что? И чем он завершится? Я говорю, и сколько будет голосов за выход из НАТО? Они вздохнули, говорят, 70%. понимаете, вот жизнь меняется в мире. И в каком она будет меняться? И в этом смысле Федор Укьянов пишет про то, как это будет происходить в России. Но это будет происходить всюду. Вы думаете, в Польше не происходит изменения? Ха! Поскольку я постоянно, я вот несколько раз ездил в Польшу, мне страшно нравится эта страна, я там себя ощущаю просто как дома. Но вот я могу сказать, что там радикально меняется взгляд. Ну и на самом деле и в Германии, и во Франции, а в Англии, прошу прощения, Brexit, это же чертки что. У нас много звонков на линии радиослушателей, еще примем. Да, здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, я звонил в прошлый раз, вы ответили на вопрос, я задам вам еще два. Первый вопрос, что там происходит с Газпромом, непонятно эта история с Рашуковыми, потом это вообще безумная с кражей трубы в Приозерске, то есть там под миллеры копаются или что. И второй вопрос у меня будет к вам как глобальному эксперту, вот предположим, гипотетически, что завтра Америка объявляет дефолт, и доллар перестает существовать как расчетная международная единица, и президент России собирает союз экспертов, совет, и вас в том числе вызывает и говорит, ну господин Хадин, скажите нам, что мы можем использовать в замену доллару, есть идея. Да, спасибо. Но об этом мы поговорим после небольшой паузы, потому что в течение 30 секунд вы вряд ли ответите на все эти вопросы. Нужно будет прерваться. Сейчас прервемся, а затем вернемся и продолжим. Михаил Хадин у нас сегодня на прямой связи в программе Абонент доступен. Микс Ньюс. Мы продолжаем эту программу Абонент доступен. В студии работает Анна Смирнова. Вадим Родионов, звукорежиссер Родион Золотарев и на прямой связи с нами российский экономист и аналитик Михаил Хазин. Здравствуйте еще раз. Вот возвращаемся к вопросам, которые заданы. Я сейчас отвечу на вопрос. У меня к вам вопрос встречный. Вас не отменили 8 марта как наследие Кровавого? 8 марта у нас является официально отмечаемым днем. Было принято соответствующие поправки к закону, так что у нас все в порядке. Так что будем завтра отмечать. Можно будет поздравить завершение программы, но давайте вернемся к серьезным темам, потому что наш радиослушатель спросил про доллар. Значит, нужно отдавать себе отчет в том, что современная Россия это конгломерат разных элитных группировок. Некоторые из которых ведут свое начало еще из СССР, еще живые отдельные члены Политбюро. Некоторые имеют как бы историю с 90-х годов, некоторые более молодые. Вот если мы посмотрим на события последних буквально недель с «Газпромом», то мы увидим, что дело Арашуковых, отставка нескольких заместителей Миллера и ну, про трубу отдельно. Так вот, я могу сказать, что я в начале 2000-х, поскольку я следил за ситуацией, то я могу сказать, что большая часть членов правления «Газпрома» начала 2000-х, вопреки мне, не были поставлены командой Путина. Они были поставлены командой руководителя администрации Путина тех времен, Волошина, который представлял семейную группировку, то есть Таню, Валю и семью Ельцин. То есть это команды из 90-х. А Арашуковы это люди Хапсирокова. А Хапсироков это был человек, который представлял интересы Волошина в прокуратуре. То есть это на самом деле постепенная, очень медленная чистка старых еще ельциновских элит в окружении Путина. Ну, что касается трубы, то тут как бы все понятно. Это абсолютно типовая коррупционная схема. Она очень часто используется на Дальнем Востоке и в других местах, где идут эти самые ураганы и прочее, когда по итогам урагана объясняется здесь что-то стояло выстроено, но в результате тайфун это все исчезло. Я сильно подозреваю, что не только в России и в других местах тоже существует масса легенд, что утонул на самом деле не Титаник, а его брат-близнец, но более старый, который под видом Титаника утонул, чтобы получить максимальную страховку. Можно вспомнить волшебника изумрудного города или Татошку тоже внесло ураганом. Много можно придумать до разных веселых историй на эту тему. И по этой причине я склонен считать, что вот это вот то, что называется зачистка старых элитных хвостов перед тем процессом, который называется транзитом власти. Обращаю ваше внимание, что транзит власти всегда начинается задолго до ухода первого лица и иногда вообще ухода и не происходит. Ведь если вы посмотрите на Соединенные Штаты Америки, там эта система доведена до абсолюта, там просто смена президента всегда ведет к колоссальному, там просто увольняются все. А в других странах обычно этого не происходит, там более сложно устроено, но всегда смена первого лица ведет к чрезвычайно большим сменам в элитных группах и потом их медленно, но верно ликвидируют. Теперь, что касается доллара. Модель с единой валютой больше не работает. Это все уже видят, она объективно не работает. В нашей книжке 2003 года, уже сколько прошло, 15 лет, закат империи доллара и конец пакс американам, мы говорили о валютной зоне. Очень интересно, мы в качестве лидеров новых валютных зон обозначили ровно те страны, которые потом вошли в объединение БРИКС. Сегодня мы видим, что скорее всего латиноамериканской валютной зоны не получится, потому что Трамп чрезвычайно эффективно и технологично сменил президента в Бразилии на абсолютно проамериканского человека, и, кстати, не только в Бразилии, но и в Австралии, потому что Австралия все больше и больше переходила под контроль Китая. Здесь нужно отдать должное Трампу, ну, собственно, я считаю, что он человек абсолютно выдающийся с точки зрения решения тех задач, которые он считает необходимыми. Другое дело, что есть силы в мире, которые эти задачи считают абсолютно деструктивными и неправильными. Ну, ты уж никуда не денешься. Вот еще раз повторю, можно соглашаться или не соглашаться с политикой Трампа, но то, что он эту политику проводит абсолютно выдающееся, я считаю, что не признать нельзя. Но я до сих пор считаю, что выход из той ситуации, в которой мы попали с долларом, это образование валютных зон. Единственный вопрос, который сегодня есть по Европе, это останется ли зона евро, потому что Британия точно попыталась была, собственно, я думаю, что Макрон это как раз следствие этой попытки вытащить из континентальной Европы оторвать не только себя, но и Францию, Испанию, Португалию. Вот эти вот страны и вместе с ними организовать некоторую конструкцию. Ну, собственно, то, что сделали они в XIX веке с Наполеоном III. Ну, как бы, с тех пор Англия стала уже не та, опять же, Франция уже не та, потому что тема ее сближения с Германией пословоенной очень сильно сыграла. Ну, посмотрим. Вот тут я смотрю на все это с чрезвычайно большим интересом и не могу предсказать, чем это все закончится. Да, напомню, что Михаил Хазин с нами на прямой связи и у нас есть звонок. Да, примем его. Здравствуйте, как вас зовут? Слушаем вас. Алло. Да, как вас зовут? Добрый день. Юрий, у меня очень коротенький вопрос. Я тут по телевизору увидел такое сообщение, что Россия стала лидером по числу роста мультимиллионеров. И вот меня с этим вопросом, если у Путина говорит, что самая такая проблема это бедность, то, следовательно, разница потенциалов такая возникает. не будет ли, что, извините, короткого замыкания? Сколько будет терпеть вот этот бедный люд вот этих ростобогатых? Да, спасибо. Ну, на самом деле ничего другого быть не может. Это во всем мире резко растет количество богатых, потому что модель эмиссионная, она подполагает, что деньги концентрируются у тех, кто с этой миссией и так или иначе связан. То есть основной способ, которым образуются богатые, это капитализация активов. То есть вы не можете ни заработать сами, ни, соответственно, сделать что-то, если у вас нету доступа к тем финансовым ресурсам, которые создают капитализацию. И по этой причине увеличение количества богатых это следствие механизма. И в этом как бы я думаю, что по мере того, как этот механизм будет разрушаться, количество богатых резко сократится. Ну вот вы как-то сказали, что если взглянуть на ситуацию, которая сложилась в России в настоящее время, то вот, ваша цитата, мы увидим, что большая часть населения макроэкономически безграмотна и по этой причине позволяет вешать себе лапшу на уши, которую в частности вешает и министр финансов. Вот на ваш взгляд, а в чем причина безграмотности населения? А вы знаете страну, в которой население было бы макроэкономически грамотно, мне такие страны неизвестны. Поскольку я живу в России, то меня интересует российская ситуация, но при этом я достаточно трезво смотрю на жизнь и смотрю, то есть то, что несут американские макроэкономические эксперты от них, от этого тоже иногда отвисает челюсть. я уж не буду рассказывать разные смешные байки на эту тему, расскажу одну только. Значит, есть несколько показателей инфляции разных. Ну, например, есть индекс потребительской инфляции, CPI, есть индекс промышленной инфляции, PPI, есть дефлятор ВВП. Вот обычно дефлятор ВВП между CPI и PPI вот в отрезке. Есть только две страны, в которых несколько лет устойчиво индекс дефлятор был за пределами этого отрезка. Это была Россия, в которой индекс дефлятор был всегда сильно больше, чем CPI и PPI, и Соединенные Штаты Америки, в которых индекс дефлятор был сильно меньше, чем и CPI и PPI. Что с точки зрения любого человека, который занимался статистикой, а я работал несколько лет еще в Советской власти в Институте статистики и экономических исследований Госконстанта и еще СССР. Я могу вам сказать, что это свидетельство того, что имеет место довольно серьезная фальсификация данных. Как она устроена, это другое дело, потому что под фальсификацией я вообще не имею в виду, что там была цифра 5, а вместо нее написали цифру 3. Скорее всего, речь идет о сильно более тонких методах, но тем не менее они имеют место. А что касается финансовой грамотности и в целом может быть грамотность населения, как вы считаете, насколько она сегодня доступна? Я поясню, почему спрашиваю вас об этом. Вот в одном из интервью вы сказали, что ваша книга, например, «Лестница в небо», где вы рассказываете о устройстве власти, она стоит порядка тысячи рублей. И в другом формате она есть, там, две тысячи рублей. Действительно, в интернете я посмотрела, там, около тысячи рублей она стоит. Но вы понимаете, что не каждый человек в России может позволить себе купить эту книгу? Ну, я могу сказать, в электронном тигде она стоит сильно дешевле. И вы можете сделать... Ну, 700 она стоит, я посмотрела, по крайней мере, на сайте. В интернете, я имею в виду электронная, электронная версия книги стоит сильно меньше. Вот. Значит, она изначально стоила 600 рублей. Издательству она обходится, если не помню, это не изменяет, в 300. То есть, это надбавки, торговой системы. Как вы понимаете, торговую систему мы не контролируем. У вас, я прошу прощения, ритейл есть? Он сильно цены завышает. Вот у нас та же самая картина. Ну, так доступна все-таки сегодня грамотность и финансовая, и вообще грамотность населения на ваш взгляд? Если есть желание, то, конечно, доступно. Но никакой нормальный человек, он хочет от этого избежать. Он хочет от этого избежать. Вы знаете, вот я... Вы должны как это грешен, да? Вот я до сих пор не разобрался, как в России оплачивают коммунальные услуги. Вот у меня есть жена уже 26 лет. И вот она вот это все знает, а я вот этого вообще не знаю. Вот. Это такой очень серьезный аргумент, почему я не могу развестись. Ну вот если о хозяйстве говорить, вы как раз не раз заявляли о том, что у власти в России должны быть крепкие хозяйственники. Вот поясните, кто такие эти крепкие хозяйственники, кого вы имеете ввиду? Ну, как это называется? Крепкие хозяйственники вообще должны быть всюду, в некотором количестве. Но люди должны вообще хотя бы немножко себе представлять, как образуется в экономике прибыль. вот у нас сейчас у власти всюду и у вас кстати тоже эффективные минагеры. А эффективный минагер, он не понимает, как устроено, откуда берется прибыль. В его понимании деньги падают с неба. А его задача максимально эффективным образом их распределить. Вот. А, к сожалению, жизнь складывается так, что в некоторый момент обнаруживается, что, например, нужно кормить людей. А чем их кормить? Значит, нужна там, не знаю, крупа, хлеб, еще чего-то. Вот эффективный берутся. Вот. И в результате, ну, более того, в результате деятельности эффективных минагеров неожиданно обнаруживается, что вместо молока продается там взвесь пальмового масла или еще что-нибудь в этом роде. и как бы вот есть знаменитые истории про какого-то человека, который доказал, что с точки зрения медицины, здорового питания, то, что продается в Макдональдсе, есть нельзя, потому что это опасно для жизни. Ну, и так далее. То есть, в общем, теоретически нужно, конечно, менять государственную политику не в интересах потребителя, а в интересах человека. Но, к сожалению, до тех пор, пока нынешняя либеральная модель действует, с этим проблемой. Еще звонок у нас. Здравствуйте. Как вас зовут? Александр. Да, Александр. Спасибо, Вадиманов, что пригласили умного и правильного человека на радио. Михаил, желаю вам крепкого здоровья. Спасибо за ту работу, которую вы делаете. Побольше вы таких людей умных. Мы всегда приглашаем умных и интересных. Да, Александр, слушай. Да, у вас есть вопрос какой-то, Александр, нашему гостю? Александр отключился. Вот уже отключился, поблагодарив вас. Спасибо. Да, мы напомним телефон. Всегда приятно. Напомним, телефон на прямого эфира 672-12-93-9 и 672-13-93-9 звоните, пишите, пишите WhatsApp 2-3-0-6-1-9-1. Экономист Михаил Хазин у нас сегодня в гостях по скайпу в программе Абонент доступен. Ну вот, после интервью, которое вы дали Владимиру Познеру, это было такое довольно резонансное интервью, да, вы писали потом, после, что в своем послевкусии, что главной задачей Познера было показать меня экстремистам и маргиналам. Вы так сказали. Также вы сказали, опять же, что по некоторым данным Познер получил указание вас позвать. Зачем, по-вашему, это было нужно? Федеральному каналу или кому-то? Как вы это объясняете? Я конспирологией не занимаюсь. Но это было указано в вашем тексте о послевкусии. Я понимаю, да. Тут я за что купил, за то и продаю. Мне сказали, что в администрации президента по каким-то причинам решили, что надо меня в программу Познера запихнуть. Кого они этим хотели подставить, меня или Познера, я не знаю. Но там была смешная история. Если вы смотрите программу Познера, то вы знаете, что там есть интервью, а потом есть заключение Познера. Вопросы Пруста. Нет, мнение. закрывашка, это называемая. Да, заключение. После вопроса. Так вот, это заключение снимается заранее. Интервью не идет в прямом эфире, а заключение, и Познер должен был подогнать как бы вывод из этого интервью под вот это вот уже написанное заключение. В случае интервью со мной заключение состояло в том, что до тех пор, пока в России есть вот такие экстремисты, антиамериканцы, как вот, у нас будут с Соединенными Штатами Америки проблемы. И поэтому он пытался вывести меня, значит, чтобы показать меня экстремистам, антиамериканцам. И поскольку я, во-первых, не экстремист, а во-вторых, не антиамериканец, то у него не получилось, что и вызвало у него раздражение, которое было в процессе передачи совершенно четко видно. он очень хотел, чтобы я орал ногами и кричал, что кровавый американский режим туда-сюда, но, во-первых, я совершенно не считаю, что американский режим кровавый, то есть он имперский, и в этом смысле он, конечно, много попролил крови, но любая империя, она для наведения порядка использует силовые методы. Ну, а дальше, кто не спрятался, они не виноваты. Вот, это первое. А второе, я считаю, что, ну, как бы, глумиться над страной, которая находится в преддверии очень тяжелого кризиса, понимаете, когда вы, грубо говоря, почему вы не глумились над Соединенными Штатами Америки в 90-е годы, когда они были, так сказать, на пике своего могущества. Сейчас-то что? Сейчас уже все понимают, что проблемы, причем это проблемы у всех, и не только у них, потому что они контролируют вот ту модель экономическую, которая обеспечивает вот уровень жизни для всех. Вот, и по этой причине я, в этом смысле, я человек спокойный, но вот Познеру это не понравилось, он по этому поводу расстроился. Ну, вот вы также сказали, Познер, конечно, не иностранец, но Россию, в отличие от меня, ненавидит люто. И разница между нами проста. Я Россию люблю и стараюсь ее улучшить, а он нет, и любая гадость про нее, для него в радость. Вот так вы сказали, по крайней мере, в одном из интервью. Вы поймите, кто такой Познер? Это человек, который жил подростком на Западе. Его родители были там, неважно, то ли разведчиками, нелегалами, то ли коммунистами. Его в подростковом возрасте из Америки и Франции привезли в СССР. И он, причем он жил там не бедно, и он, для него это был культурный шок, абсолютный, но вообще уехать в другую страну это культурный шок всегда. Я знаю очень много людей, которые уехали в Соединенные Штаты Америки, им там плохо. Казалось бы, да, они уезжали туда в расчете, что там будет лучше, и материально там стало лучше, ну, может быть, чем было в 80-е годы в СССР, но им там все равно плохо. вот, а уж тем более приехать к нам вот сюда. И поздно, довольно специфический человек, я напомню, как он с пеной рта отстаивал советскую систему в 60-е, 70-е и 80-е годы. В этом смысле он такой человек крайне циничный и, в общем, очень прагматичный. Но и он Россию не любит, он об этом открыто говорил, прямо, что он считает своей страной Францию, ему там легко и приятно. Вот, а я считаю своей страной Россией, я в ней собираюсь жить всю оставшуюся жизнь, я хочу, чтобы мои дети здесь жили, и поэтому у нас с ним в этом смысле разногласия. Звонок у нас, здравствуйте, как вас зовут? Алло, здравствуйте. Да, как вас зовут? Александр. Да, задавайте вопрос. Да, я бы хотел спросить, вот есть ли какая-то модель расчета бюджета государства? Вот, интересно, потому что у нас тут в свое время как-то одна европейская комиссия подсчитала независимое, что из Латвии исчезают 3-5 миллиардов долларов, имею в виду евро ежегодно, но бюджет у нас неизменный где-то 9-10. Есть какая-то таблица, как это считается, или мы можем как в Сомали жить, но государство все равно будет существовать, к примеру. Да, спасибо вам, не знаю, откуда информация о 3-х миллиардах утекающих была. В Сомали разумеется, можно, организовать это вообще не проблема, мы вот видим, украинские власти блестяще справляются с этой задачей, да, и в общем, и в Прибалтике дела не очень, и в других странах во многом тоже. В России 6 лет уже экономический спад идет. Что касается нормативов, то, вообще говоря, любой бюджет строится по нормативам, но эти нормативы, они делаются под конкретную экономическую модель и конкретную страну, то есть, они в Латвии одни, в Литве другие, в Польше третья, в Германии четвертая, в России пятая, в Соединенных Штатах Америки шестые, причем они меняются еще, и поэтому, в общем, говорить о том, что они там универсальные, совершенно невозможно. Что касается утечки капитала, ну, как бы, утечка есть всегда, и она в разные стороны. Соединенные Штаты Америки попытались в последние годы с этим бороться, и, в общем, достигли успеха, потому что доля таких вот полулегальных и прочих капиталов в мире резко сократилась, но я думаю, что по мере разрушения долларовой модели они снова появятся, ну, и потом никто не отменял наличие валюты и прочие разные механизмы переноса ценностей. И сейчас звонок успеем принять под занавес. У меня такой вопрос. Вот я в студии говорю, вот вы знаете, вот на балконе ведущая, она женщина такая, сегодня она такая, завтра она такая, но у меня безразличие. Ну, и у нее вот этот спутник, вам бы понравилось? Ну, что вы человека берете, приглашаете, и то Сталина, то этого, ну, спасибо. Вы задаете вопрос. Да. Зачем вы это делаете? Да, видимо, нам просто мы так и поговорили, хотя, чем мы богаты. Вот. Но я хочу сказать, что, ну, так бы в завершении эфира, да, всех поздравляю с наступающим праздником, особенно барышей всех возрастов. Вот. И, соответственно, я желаю нам всем, да, чтобы все вот эти вот изменения, которые происходят, абсолютно объективно и абсолютно независимо от нас, затронули бы нас минимальным образом. Ну, что ж, спасибо российский экономист, аналитик и экс-чиновник администрации президента России, Михаил Хазин был с нами на прямой связи. Спасибо, что нашли время и вышли в прямой эфир программы «Абонент доступен». Всего доброго и до свидания. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова